Кишневская студия «Свободная Европа». С нами сегодня на связи Виталий Портников, ведущий проект «Дороги свободы», корреспондент Украинской службы «Радио Свобода». Здравствуйте, господин Портников. Здравствуйте. Соберись мы с вами сегодня поговорить на молдавские темы, на темы молдавской политики. Победа у нас европейского кандидата. Моя Санду одержала победу над Игорем Дадоном. Было ли это, стало ли это неожиданностью для вас? Вы за политикой наблюдаете плотно. Ну, можно сказать, что после первого тура президентских выборов это уже не было никакой неожиданности. Можно было достаточно легко просчитать, как будет меняться ситуация во втором туре. И тот факт, что Майя Санду победила в первом туре президентских выборов, это отличалось от предыдущих выборов главы государства в вашей стране. И, безусловно, тот факт, что на третье место вышел с неплохим результатом Рената Усанты. Понятно, что человек идеологически далекий от Майи Санду, зато физически очень далекий от Игоря Дадона. Было ясно, что Усанты не будет призывать голосовать за Дадона, так и произошло. Будет призывать голосовать за Санду. И, по крайней мере, часть его электората либо проголосует за Санду, либо вообще откажется от участия в этих президентских выборах. Это был для меня очень важный такой индикатор. И другой индикатор. Я наблюдал совершенно небывалую мобилизацию диаспоры в европейских странах. И эта мобилизация была несравнима с тем, что мы видели во время голосования, например, избирателей из Приднестровья и даже избирателей из России. Было ясно, что голоса, которые обычно отходят к пророссийским кандидатам, на этот раз просто растворятся вот в этом море европейских голосов. А почему проиграл-то Игорь Дадон, на мой взгляд? Если победил Майя Санду, почему проиграл Дадон? Ну, тут есть целый ряд обстоятельств, я думаю. И они, опять-таки, не только идеологические. Игорь Дадон делал все возможное, чтобы продемонстрировать своему избирателю, что именно он отвечает за то, что происходит в государстве. Вы же прекрасно вспомните, что в первый период своего проблеме, когда в Кишиневе жил Влад Плохотнюк, Игорь Дадон мог утверждать, что он вообще ничего не решает, что он хочет изменить жизнь людей к лучшему. Но у него не получается. С момента, когда в Молдове появилось технократическое правительство господина Кику, стало всем очевидно, что именно Игорь Дадон отвечает за то, что происходит в стране. А во сколько в стране не происходит ничего особо хорошего? Я уже не говорю о том, что все это совпало с пандемией коронавируса, с ухудшением объективной жизни людей. Но и есть совершенно субъективная вещь о том, что господин Дадон сохраняет эту систему, которая досталась ему в наследство от клептократии. Но вот очевидно, что для многих людей именно он человек, который отвечает за все. И плохо отвечает. Не добивается никаких хороших результатов. Но поэтому уже было ясно, что он проиграет даже не самой Майя Санду. Понятно, что Майя Санду остался ее ядерный электорат. Но ожидание перемен, перемен к лучшему. А он эти перемены уже не олицетворяет. И коль скоро проиграл Игорь Дадон, можно ли говорить, что проиграл Кремль? Да, безусловно. В случае, когда проигрывает Игорь Дадон, проигрывает Кремль. Потому что Игорь Дадон изначально был прокремлевским проектором. Он вообще стал тем, кем он стал, благодаря поддержке Кремля. Потому что мы прекрасно помним, что в ситуации, которая сложилась на политической сцене Республики Молдова, когда была достаточно непростая ситуация с конфликтом Кремля с предыдущими, скажем так, пророссийскими поэтическими силами, с высшим президентом Владимиром Варулиным и его коммунистами, Кремль выбирал, кто же будет его очевидным конфидентом. Кстати, я напомню, что Игорь Дадон был не таким очевидным выбором. Были ставки на Рината Усатова в то время, были попытки переговоров с Владом Плохотнюком. Вот Игорь Дадон, можно сказать, выиграл этот тендер своей готовностью соглашаться с любыми предложениями из Москвы. Практически любыми. И он получил пропагандистскую поддержку, он получил финансирование. В конце концов, именно Кремль договаривался с западными странами о демонтаже режима Плохотнюка, с тем, чтобы Игорь Дадон мог опереться на поддержку проевропейских сил в этой истории. Или проевропейских сил на его поддержку. Это уже, можно так сказать, по-разному интерпретирует. Но, тем не менее, мы понимаем, что Москва для Игоря Дадона сделала многое. А он для нее. Поэтому, разумеется, это поражение Кремля. А что вы думаете про Майю Санду? Она в украинской политике немножко побывала, с господином Зеленским встречалась. Но человек она менее, наверное, заметный, нежели Игорь Дадон. Мне кажется, что как раз она достаточно заметный человек в украинской политике. Как вы говорите, действительно, она один из своих первых визитов в должности главы молдавского правительства совершила в Киев. И с ее избранием главой правительства были надежды на то, что молдавско-украинские отношения будут продолжаться вопреки даже, или несмотря хорошо, на пророссийскую позицию президента Республики Молдова. Я вам напомню, что президент Дадон за все время своей каденции ни разу не встречался ни с одним из украинских президентов. Ни с господином Порошенко, ни с господином Зеленским. Более того, телефонная беседа господина Зеленского и господина Дадона вызвала тут в Киеве серьезный скандал. Или что нельзя разговаривать с человеком, который признает, по сути, юридически признает российскую принадлежность аннексированного Крыма. И это тоже очень очевидный момент. Так что на мою санду всегда смотрели в Киеве, как на человека, который является символом перемен в соседней стране. Для меня совершенно очевидно то, что для Украины очень важно, чтобы Молдова двигалась именно по европейскому пути, по пути европейской интеграции, по пути отсутствия капитуляции перед Москвой. Потому что я всегда напоминаю, что капитуляция Республики Молдова перед Москвой, по крайней мере в том, что касается территориальной целостности вашей страны, это очень серьезный прецедент для Украины. И что Молдова очень часто выглядит таким политическим полигоном, на котором Кремль пытается отработать те модели, которые потом предлагают Киеву. Это не в первый раз происходит, как вы понимаете. И это всегда достаточно болезненно для самой Молдовы, но и для нас. Поэтому когда Майя Санду стала главой правительства, здесь об этом достаточно серьезно, оживленно говорили. Хотя вы знаете, что я проявлял тогда очевидный скептицизм и говорил о том, что такое правительство, такая коалиция с Игорем Додомом долго не просуществует. Что это будет серьезным ударом по европейским силам. Что их используют, как и Запад. А потом от их услуг, если хотите, избавиться, для того, чтобы передать Молдову под управление пророссийских сил. Так это и произошло. Но вот сейчас произошли другие события. И у Майи Санду есть уже этот очень хороший урок, мне кажется, который она не могла не усвоить. Давайте продолжим тему сепаратизма. Я слышал такое мнение, что с избранием проевропейского кандидата в Кишиневе выстраивается некая линия в рамках восточного партнерства проевропейский Кишинев, проевропейский Киев, проевропейский Тбилиси. И что якобы три столицы смогут более успешно решать свои замороженные конфликты. Вы что думаете? Вы знаете, решение так называемых замороженных конфликтов. У нас он не очень заморожен, к сожалению, этот конфликт, потому что у нас продолжаются обстрелы. Время от времени, несмотря на заключенные перемирия, гибнут военнослужащие, гибнут мирные жители. Так что у нас тут скорее конфликт низкой военной интенсивности. В вашей стране действительно конфликт заморожен. В Грузии условно заморожен, потому что вы знаете, что там тоже происходит время от времени инциденты. Но решение этих замороженных конфликтов не от Кишинева, Киева и Тбилиси зависит, а не зависит от Москвы. И мы видим, что Москва делает все возможное, чтобы эти конфликты удержать в том состоянии, в котором они находятся. Но совершенно очевидно, что что могут делать вместе Киев, Кишинева и Тбилиси, это демонстрировать отсутствие капитулянских настроений, демонстрировать свою приверженность территориальной целостности этих трех стран. И, по крайней мере, не делать вид, что то, что происходит там, это норма, с которой приходится не просто считаться, а с которой приходится сосуществовать. Понятно, что у Республики Молдова в отношениях с Тирасполем другие правовые механизмы, чем у нас в отношениях с Донецком и Луганском. Мы четко говорим, что Донецк и Луганск, и марионетничная администрация, мы разговариваем с Москвой, все попытки России добиться от нашего руководства прямых переговоров с марионетками ничем не могут увенчаться. В Кишиневе давно разговаривают с руководством Тирасполя. И президенты Молдовы, начиная, мне кажется, от Петра Лучинского, и премьер-министры Молдовы неоднократно даже посещали премьер-министр Роско-Молдовскую, так называемую. Но мне кажется, что одно дело – это приезд и обсуждение конкретных экономических проблем населения, среди которых огромное количество молдавских граждан. А другое дело – когда Игорь Дадон и Вадим Красносельский вместе отмечают Бендера, где не Россия. Понимаете? Вот я надеюсь, что больше так не будет. Что президент Майя Сандо не будет вместе с главой марионеточной администрации Тирасполя отмечать российские государственные праздники. Потому что, когда это происходит, мы понимаем, что не Молдова хочет вернуть себе, по сути, оккупированную Россией территорию Приднестровья, а Приднестровье собирается присоединить к себе Молдову. Это разные акценты, согласитесь. И это, кстати, то, что хотели бы сделать для нас, чтобы не восстановить территориальную целостность Украины, а чтобы Донбасс, оккупированный Москвой, присоединил к себе Россию, Украину, как пророссийскую территорию. И еще раз повторюсь, это то, что отрабатывается на вас, для того, чтобы потом предложить это нам. Ну вот в июне 2019 года в Молдове был такой очень необычный консенсус с Западой и Россией. Сегодня, недолго он просуществовал, к сожалению, в том числе благодаря Игорю Дадону. Сегодня, на ваш взгляд, возможен ли такой полигон дипломатии в Кишиневе? Вы знаете, вот вы говорите, что недолго этот консенсус просуществовал, к сожалению. Я бы сказал, что недолго этот консенсус просуществовал, к счастью. Потому что каждый день этого консенсуса убеждал в том, что возможно управлять страной, закрыв глаза на ценности. И это касается даже не правительства Майи Санду, а западной дипломатии. Что западная дипломатия может договариваться с Россией во имя каких-то, условно говоря, высших целей. Допустим, диалегархизация страны. И ради этой диалегархизации позволять консолидировать власть кланам, которые, по сути, такие же коррумпированные, если говорить о господине Дадонии, тех, кто за ним стоит, которые точно так же не согласны с европейским развитием страны. Потому что мы понимаем, что даже дело не в самом там, господине Дадонии, мы сейчас его лично не будем смотреть, а в том, что Путин, который за ним стоит, это 150 владов-плохотнюков, понимаете? Или тысячи. И когда вы договариваетесь с человеком, который повелевает российскими олигархами о демонтаже олигархического порядка в одной конкретно небольшой стране, вы фактически акцептируете олигархию. Вы фактически говорите, что с одним олигархом можно добиться успехов в борьбе с другим. Потому что Путин такой же олигарх, как плохотнюк, только государственный олигарх. А Дадон – это союзник этого олигарха. Вот это то, что нужно понимать. Поэтому, когда вы говорите, что этот союз, к сожалению, долго не пробился, я сказал бы, к счастью, было продемонстрировано, что такого рода союзы неэффективные и аморальные. Это то, о чем я говорил в первый же день, после появления правительства, поддержанного социалистами и проевропейскими силами. Что про-социалистическая партия Молдовы, депутаты, которые ездят в Кремль за инструкциями, в скором времени выкинет проевропейские силы из власти и договорится с теми самыми людьми, против которых она якобы боролась. Что это всего лишь модель для прихода к власти в стране меньшинства, пророссийского меньшинства. Как оно приходит? Оно деморализует политические силы, которые связаны с теми или иными алимиархами, с помощью проевропейских сил получает власть, а потом отказывается от их услуг и заключает уже союз с теми, с кем гораздо проще договариваться, потому что тогда вообще речь не идет о ценностях. Поэтому если такого рода модели будут повторяться, это приведет лишь к политической, экономической и социальной деградации Республики Молдовы. Вот и все это, то, что можно сказать абсолютно четко. Я и тогда говорил, что это очень опасный путь. Вот сейчас просто молдавскому народу удалось исправить ту модель, ту ошибку, которая была допущена как западными дипломатиями, так и проевропейскими силами Молдовы. И сейчас очень важно, чтобы прислушались проевропейские силы Республики Молдовы к молдавскому народу. И поняли, что никаких союзов с антимолдавскими силами, это по сути антимолдавские силы, что тут говорить, быть не должно, что это чревато только крахом и поражением и отсутствием развития. Это вот одна сторона медали, есть другая сторона. Сегодня вот на Фейсбуке я читал довольно невежливое высказывание о том, что у Вовы будет много вопросов к Игорю. А какие могут быть у Вовы вопросы к Игорю? Я не знаю, понимаете, мне кажется, что Россия как раз не очень вовремя вспомнила о том, что у нее есть конфидент в Молдове. Возможно, потому что сейчас Россия играет на таком количестве досок на постсоветском пространстве, что невозможно за всем уследить. Но вы видели, что фактически в Москве поняли, что Игорь Дадон будет в роли отстающего достаточно поздно. Было, наверное, мнение, что раз он консолидировал всю власть в своих руках и контролирует, и президентуру, и парламентское большинство, и правительство. То как он может проиграть? Это невозможно. Но мы видим, что все-таки, условно говоря, молдавская демократия отличается от российской управляемой демократии. И тут очень трудно сказать, должны ли быть у Путина претензии к Дадону. Я бы сказал, что у Дадона могут быть какие-то претензии к Путину. С другой стороны, Путин действительно хотел Дадону помочь, пользуясь всеми старыми методами российской поддержки. Ну, например, выделение кредита, который, естественно, был просто предвыборной взяткой. Не Дадону даже, а Молдаван. Но этот кредит был, вы знаете, заблокирован конституционным судом. В России может быть что-то подобное? Нет. Такой механизм просто не предусматривался. Такие последствия выделения кредита просто не предусматривались. Была пропаганда. Но она оказалась тоже недействительной. И она не вовремя поступила в обращение с Казахстаном. Сергей Нарышкин пугал цветной революцией у нас. Сергей Нарышкин пугал. Но это же было совсем недавно. И потом, это тоже очень странно. Сергей Нарышкин пугал цветной революцией в случае, если Игорь Дадон победит, а ведь Игорь Дадон-то проиграл, то есть все-таки рассчитывали на какую-то масштабную фальсификацию, которую сможет обеспечить действующий президент Молдовы. А этого не могло произойти. Это тоже непонимание ситуации со стороны господина Нарышкин. Вот. И последние недели по российскому телевидению рассказывали ужасы, между прочим, не только про госпожу Санду, но и про господина Усатого заодно. Вспомнили о нем. Но, тем не менее, это уже все не работало. Это уже были аллергарные бои. Я бы сказал, что Москва проиграла после первого тура, а не после второго. И что же тогда делать Майя Санду с своими коллегами из Кремля? Понимаете, я думаю, что сейчас нужно думать не о коллегах из Кремля. Сейчас нужно думать о том, как обеспечить реальную власть в стране. В условиях, когда парламент все еще контролируется большинством социалистов и части бывших соратников господина Плохотнюка. Вот можно ли создать в парламенте новое большинство? Это первый вопрос, который нужно решать. Второй вопрос. Если это большинство создать нельзя, и оно будет использоваться как элемент удержания власти господином Додоном, то можно ли провести парламентские выборы? По какой схеме? Правовой? И как быстро? Потому что понятно, что президентские выборы, на которых победила Майя Санду, должны быть подтверждены итогами парламентских выборов. Что те силы, которые сейчас представлены в парламенте, они в принципе не отражают настроение большинства граждан Молдовы. Но если мы говорим о том, что там большая фракция бывшей демократической партии господина Плохотнюка, которой вообще нету сейчас, по крайней мере, в том объеме, в том виде, который она имела на момент предыдущих парламентских выборов. И в этом смысле, кстати, можно понять господина Усатого, когда он говорит о необходимости новых выборов. Но с другой стороны, нужно тоже понимать, что следующий парламент не будет простым. И что вот у проевропейских сил могут появиться новые либо союзники, либо оппоненты, либо такие союзники, с которыми лучше не заключать союзов. А вот господин Усатый, это какой союзник, оппонент? Кто? Это такой союзник, с которым лучше не заключать союзов. Но я не очень понимаю, будет ли выбор после следующих парламентских выборов. Понимаете? Следующие парламентские выборы могут создать для господина Усатого и его партии такую золотую акцию в парламенте. И если не договариваются, европейские силы не будут договариваться со своим Усатым на тех или иных основаниях, то господин Усатый может договориться с социалистами. Мы понимаем, что такого рода кульбиты возможны. Может, кстати, эти социалисты уже будут без господина Дадона, и господину Усатому будет легче с ними договариваться. Ведь это же, скорее всего, личный конфликт, чем идеологический, как я уже говорил. Ну, то есть, тут есть масса вопросов. Это, опять-таки, начинается сложная игра. Что касается, что госпожа Санду делает с ее коллегой из Кремля господина Путина, ничего не делает. Если госпожа Санду не собирается брать у господина Путина финансовую помощь на тех условиях, на которых ее готов был брать господин Дадон, то вообще совершенно не важно, что думает госпожа Санду господин Путин. Потому что больше ничего он ей предложить не может. Приднестровье может предложить? Не может, потому что за Приднестровье господин Путин будет держаться до окончания своего пребывания в Кремле. Потому что для него рычаг давления на Молдову. Ни Приднестровье, ни Абхазия, ни Южная Осетия, ни Донбасс не будут возвращены, так сказать, тем странам, от которых они были отторгнуты Москвой. До, по крайней мере, окончания пребывания господина Путина в Кремле. Потому что господин Путин собиратель земель, а не тот, кто их раздает. И если господин Путин не договорился на удобных условиях, условно говоря, о возвращении Приднестровья с господином Воронином, если, по сути, главным условием, от которого, в конце концов, Воронину пришлось отказаться, была консервация военной базы России в Приднестровье. Если он не договорился с Дадоном, вы же понимаете, что присоединение Приднестровья к Молдове точно обеспечило бы Дадону победу на президентских выборах. У него было гораздо больше избирателей, чем сейчас. Вы не сомневаетесь в этом, правда? Никто не должен был бы никуда ехать, чтобы проголосовать. Судьба молдавской президентуры решалась бы в Тирасполе. Ну, и этого же не произошло, правда? Поэтому какие вообще могут быть ожидания? Какое Приднестровье? Территориальная целостность Республики Молдова – вопрос, который будет решаться по мере переформатирования политического режима в России. И если вы ждете этого уже три десятилетия, то я вам четко скажу, вам нужно запастись серьезным историческим и политическим терпением, как и украинцам. Судьба территориальной целостности Украины будет решаться не в ходе встреч господина Зеленского с Путиным в нормандском формате или в чем-то еще, а по ходу переформатирования политического режима в России. Да, это может дотянуться на десятилетия. Но такова политическая реальность. Понимаете? Реальность, которая, кстати, подтверждается тем, что мы видим в Карабахском конфликте. Этот конфликт длился десятилетиями. Сейчас была большая серьезная война. Но тем не менее, на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области российские войска. И вопрос статуса Карабаха и его будущего. Это вопрос, который тоже может решаться не так скоро, как кажется многим в Баку или Ириване. И давайте последний вопрос вам задам. Как, на ваш взгляд, молдавская повестка входит в планы Владимира Зеленского? Есть ли вообще какая-то заинтересованность в Кишиневе, в Киеве? Я не могу ничего говорить вам о планах Владимира Зеленского. О планах Владимира Зеленского лучше спрашивать же самого Владимира Зеленского. Но я могу говорить об объективных интересах Украины. Объективные интересы Украины состоят в добрососедстве и в взаимопонимании с республикой Молдова. Я считаю, что только после 2014 года, когда Украина сама оказалась в той ситуации, в которой Молдова находится с 1991-го, по сути, стало понятно, насколько важно это сотрудничество. И насколько недальновидной была политика предыдущих десятилетий. когда Украина, вместо того, чтобы быть энергичным союзником республики Молдова в деле защиты ее территориальной целостности, почти все это время, возможно, за исключением небольших периодов политических, маневрировала между Молдовой, которая потеряла свою территорию, и Россией, которая эту территорию оккупировала. Поэтому я думаю, что сейчас нужно сделать все необходимые выводы из этого положения. И сейчас необходимо использовать тот шанс, который предоставил молдавский народ своим выбором президента, для того, чтобы Украина и Молдова действительно консолидированно выступали на международной арене, вместе решали те экономические и социальные проблемы, которые существуют у них, как у соседних стран. Потому что успех Украины – это успех Молдова, а успех Молдова – это успех Украины. Эта формула должна быть главной в наших двусторонних отношениях. Давайте на закуску я еще про конспирологию вас спрошу. Вот есть Российская Федерация, страна большая, и в последнее время по периметру России наблюдаются, ну, такие довольно последовательные конфликты, конфликты, либо войны, либо смены правительств, либо вот победа преевропейского кандидата, как в Молдове. В Белоруссии известно, что происходит в Кыргызстане, неизвестно, что происходит. Что это такое, на ваш взгляд? Что за англичанка тут гадит? Понимаете, я просто считаю, что мы не можем все события на постсоветском пространстве сводить к какому-то одному знаменателю. Каждое из этих событий имеет свои причины и свои результаты. Потому что, в конце концов, это не событие в одной стране. Это, очевидно, событие на территории, которую Россия считает своей сферой влияния, это факт. Но в самих этих странах события причинаются совершенно различным закономерностям. Я не думаю, что в Москве были заинтересованы сейчас в смене власти в Кыргызстане. Вовсе нет. Это то, что мы видели в Кыргызстане. Это событие внутриполитического порядка, когда произошел очередной внутриэлитный конфликт. И когда стремление очередного президента Кыргызстана к созданию собственного режима личной власти, скажем так, контроля над государственными институтами, натолкнулось на то, что такой режим просто в Кыргызстане не создается больше, по крайней мере, после первой революции в этой стране, когда в отставку ушел ее первый президент Аккар Аккар. Это один момент. То, что происходило между Азербайджаном и Арменией, тлело десятилетиями, не раз выливаясь в большие конфликты. И я уже не раз говорил, что да, тут совпало несколько вещей. И готовность Азербайджана военным путем решать вопрос Нагорного Карабаха, и неготовность Москвы поддерживать ту власть, которая в Армении установилась после революции в этой стране, которая привела к краху пророссийских кланов в Армении. И Азербайджан использовал это окно возможностей, но я бы не сказал, что сполна, потому что еще раз повторюсь, в Нагорном Карабахе в результате вместо армянских сил, которые контролировали эту территорию все эти десятилетия, находятся российские войска. И конфликт из двустороннего превратился в конфликт с участием российских войск. То есть пришел к тому же знаменателю, к которому пришли в свое время, в 90-е годы конфликты в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии, теперь вот на Донбассе. Неужели российские миротворцы не помогут? Ну, российские миротворцы будут играть ту роль, которую всегда играют российские в кавычках миротворцы. Пытаться отдалить и на Ереван, и на Баку. Это второй момент. Третий момент – это то, что происходит в Беларуси. Я считаю, что Россия была объективно заинтересована в ослаблении позиций Александра Лукашенко, но не предвидела, не могла просто предвидеть, тот уровень неприятия, который Лукашенко вызывает у собственного народа. Россия никогда, когда разыгрывает какие-то свои комбинации, она не понимает, что существует еще народ со своей волей. Это выпускникам Института Андропова невозможно понять. Они всегда вместо народа ставят такую перемену, как Госдепартамент. И часто ошибаются, понимаете. Вот это очевидно, что для меня, что сама подготовка к президентским выборам была связана в Беларуси, была связана с тем, что в России думали о том, как Александра Лукашенко немного попугать, скажем, кандидатами, которые вполне были лояльны к Москве, но вместе с тем не засиделись так в президентском кресле, как диктатор в Минске. Но в результате оказалось, что у белорусского народа совсем другое представление о том, что происходит в этой стране. А Россия стала поддерживать Александра Лукашенко так, как будто не было никаких разногласий между ним и Владимиром Путином. Это другая еще, третья ситуация. Ситуация, которая в Украине присутствует, мы тоже понимаем прекрасно, что в Москве все время надежда на то, что вот этот украинский президент уж точно перед Россией капитулирует. Такие надежды были на Петра Порошенко, между прочим. Такие надежды были еще куда большей степени на Владимира Зеленского. Когда капитуляция не происходит, происходит разочарование и размышление о том, как бы эту ситуацию дестабилизировать и как бы привести к власти вот уж точно капитулирующего украинского президента. Хотя это, в принципе, невозможно добиться в тех условиях, которые сложились в Украине. Ну и так далее. По-моему, мы все ситуации забрали. Вот и Молдова, да. Где нет понимания того, что есть электоральные настроения и что есть диаспора. Очень важный момент, который трудно распропагандировать, если она в Германии, во Франции, в Великобритании, из российских телевизоров. Не кажется ли вам, что Россия тогда таким образом входит в системный кризис взаимоотношений с бывшими советскими республиками? Россия вошла в системный кризис взаимоотношений с бывшими советскими республиками в 1991 году, когда у президента России Бориса Ельцина была иллюзия, что с дружеством независимого государства это прообраз будущего союзного государства. А в других бывших советских республиках считали, как точно когда отметил первый президент Украины Леонид Кравчук, что это инструмент для развода, а вовсе не для консолидации. Просто этот системный кризис продолжается, потому что Владимир Путин куда больше настойчивается, чем Борис Ельцин, хочет вернуться к этой модели нового союзного государства, применяя в том числе и силы. Точно последний вопрос, чтобы вас уже не отвлекать. Надежда на счастье, господин Портников, есть у нас? У людей, которые готовы работать ради своих стран, именно работать, и которые воспринимают эти страны как родину, которая важна, всегда есть надежда на счастье. Когда я видел вчера кадры, как молдаване на избирательном участке во Франкфурте, в очереди поют гимн Республики Молдова, я вспомнил бы украинца, которые пели украинский государственный гимн на Майдане в 2013 году. И я считаю, что когда в стране много людей, которые ценят ее, даже тех людей, которые сегодня не работают на территории самой Молдовой, и которые хотят, чтобы она была лучше, значит, с такими людьми надежда на счастье всегда есть. Спасибо вам большое. В Вишневской студии «Свободная Европа» был журналист украинской службы «Радио «Свобода» Виталий Портников. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. 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 Спасибо.